Добрый день, коллеги! Хочу поделиться с вами информацией, чем я занимаюсь и как я выкупаю лоты. Меня зовут Жильцов Константин, я специалист Национальной ассоциации аукционных брокеров по выкупу лотов с торгов. Сегодня я хочу рассказать вам об одном кейсе, который ближе к классическому выкупу спецтехники. То есть у него нет каких-то серьезных отклонений, это больше похоже на гладкий выкуп имущества, то есть без каких-то плюсов больших и минусов. Три года назад я выкупил экскаватор КамАЦУ PC220. Соответственно, находился он от меня в 2000 километрах в Ростовской области. Так как я нахожусь в Санкт-Петербурге, то главная проблема была, это осмотр его на месте, его состояние, так как техника сложная, то есть у экскаваторов, как вы знаете, есть ковш, есть траки, гусеницы по-простому, есть поворотные редуктора, то есть я не экскаваторщик, я не строитель, я не разбираюсь в тонкостях этой техники. Соответственно, первая наша задача найти специалистов, тех, которые бы сказали, действительно стоит ли брать эту технику, насколько она изношена, насколько она вообще в ее состоянии. Соответственно, я пришел к решению найти в Южном регионе специалистов по диагностике техники КАМАЦУ, такие специалисты нашлись в городе Краснодар. Я с ними связался, за определенную сумму, за 10 тысяч рублей они приехали в город Волгодонск, ее продиагностировали, есть видео, как они ее диагностируют, они составили диагностическую карту, на основе чего я сделал вывод о стоимости этого имущества. Так как техническое состояние показало, что сама техника экскаватор в удовлетворительном состоянии, промониторив рынок, я понял, что можно от 15 до 30 процентов заработать на данной технике, выкупив ее. Соответственно, я продиагностировал, то есть промониторил цены, это были Авито, это были экскаватору и определил для себя точку входа по данному экскаватору. Так как это был мой один из первых лотов, то были какие-то сомнения, были переживания, как ее продавать дистанционно, как это все делать. Соответственно, мне пришлось туда выехать, чтобы подстраховаться как-то на месте, убедиться во всей этой ситуации. Так как торги по банкротству, это ответственность каждого человека и он сам просчитывает свои прибыль и берет на себя убытки, то я решил поехать в город Волгодонск самостоятельно, чтобы на месте убедиться в действительности данной ситуации с этой техникой и пообщаться со специалистами. Когда решил для себя точку входа, у меня уже были покупатели на 20-30 процентов выше этой техники. То есть я определил технику 2 миллиона 550 тысяч, техника КАМАЦУ 2011 года. То есть, когда состоялись торги, у меня было пару конкурентов, которые дали на 2-3 процента ниже стоимости, чем я выкупил. Соответственно, по цене я консультировался с товарищами, которые на тот момент уже имел какой-то опыт выкупа. Они мне порекомендовали цену по этапам. Это отдельно, чему обучают в НААБе. То есть, какую цену ставить, на каком этапе и стратегию выигрыша. После протокола я посмотрел аналитику, кто были мои конкуренты. Одним из конкурентов был человек, у которого было уже 20 побед на этом этапе. Соответственно, был человек опытный. И он дал цену примерно такой же, как и я, но ниже. Соответственно, это дало мне дополнительные аргументы, что я сделал все правильно. Так как опытный человек, который выкупил 20 единиц техники, у него есть видение, по какой цене выкупать. Соответственно, я выкупил эту технику. Реализовал ее буквально за 2-3 недели в город Калининград. То есть, из Ростовской области человек готов был приехать и забрать эту технику. Соответственно, реализовал ее за 3 миллиона 350 тысяч рублей. Человек приехал и забрал ее в город Калининград, где, как я потом выяснил, он ее там покрасил и также продал дальше в Прибалтику, уже по другой стоимости. Но это уже другая история, это его бизнес. Вот, в принципе, какая-то основная информация, как, в общем-то, без каких-то проблем и гладко проходят сделки, которые, ну это, скажем так, на сто процентов сделали все правильные шаги. Диагностика, определение цены, выезд и реализация. Все прошло в штатном режиме. Рад был поделиться с вами полезной информацией. Мои контакты будут ниже по ссылке, вы сможете связаться со мной. Всегда рад буду с вами встретиться в ассоциации и делиться такими же кейсами с вами в дальнейшем. До свидания.